Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях генеральный директор управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия Николай Зевцев. Николай Титович, я вас приветствую. Здравствуйте. Наступает пора обустройства зимников. Расскажите, пожалуйста, какова будет протяженность в этом году вверенных вам трасс? Каковы сроки открытия их в этом году? С какими трудностями сталкиваетесь обычно при подготовке к зимнему периоду? Хватает ли техники и каков объем финансирования на этот год? За нами, как за управлением автомобильных дорог, на оперативном управлении закреплено порядка 8 тысяч километров дорог Республики. Дорог Республиканского значения, подчеркнуто, то есть у нас дороги подразделяются на дороги федерального значения, это у нас три дороги, Вилю и Лена, Колома, Республиканского значения и муниципальные дороги. Мы отвечаем за 7 тысяч километров дорог Республиканского значения. Часть дорог Республиканского значения находится в виде казенного предприятия дороги Арктики, которое было создано в прошлом году еще. Из этих 7 тысяч 900 километров на зимники составляют почти 5 тысяч километров. То есть остальной это дороги переходного типа покрытия, асфальт, гравий, 5 тысяч километров это у нас зимники. Грунтовые, ледовые. Общий объем финансирования на содержание дорог, которые вот закреплены за нами, то что я сказал, на этот год 1 миллиард 630 миллионов рублей. На зимники из них приходится, ну, часть там порядка 500 с лишним миллионов рублей. Остальное это содержание уже дорог с твердым покрытием, ну, естественно, они требуют больше вложений и больше ухода. А зимник у нас действует от 4 до 5 месяцев в году. Соответственно, объем финансирования там уже меньше получается. Так, ну, трудности. Трудности у нас, как бы, скажем так, ну, ежегодно, в принципе, сталкиваемся с одними и теми же трудностями при обустройстве зимников. Это наледи, ну, какие-то пустоты. Техники хватает? Техники достаточно. Мы проводим аукционы, нанимаем подрядные организации, следим за качеством выполнения работы. В основном наши подрядчики это частные фирмы. Ну, есть, конечно, несколько и государственных организаций, но в основном это частные фирмы. Особенно на северах. Я не говорю сейчас про газеты и предприятия дорогие Арктики. Основные проблемы, ну, все вы помните, как в прошлом году, что у нас происходило по Колумбским районам, по Индегирским районам. То есть выпало очень рано очень большое количество снега, поэтому лед намерзал очень медленно. Не говоря не то, чтобы лед, даже земля замерзала очень медленно. То есть когда мы в декабре приступали к пробитию зимников, под снегом там лежала талая земля. То есть технике было очень трудно работать. С учетом этого мы в этом году немножко пересмотрели свою, скажем так, тактику. Увеличили количество легкой техники, чтобы они могли начать работать уже по тонкому льду. Увеличили количество и тяжелой техники, и легкой техники. Казенное предприятие дорогие Арктики подключилось в этом вопросе, тоже завезли и закупили новую технику. Наши подрядчики дополнительно привлекли технику. Сейчас ведем подготовку. На особом контроле, конечно же, Среднеколымский район, где в прошлом году не был завезен в полном объеме груз топливно-энергетические ресурсы. Поэтому в этом году нам в любом случае будем стараться открывать эти зимники пораньше. На сегодняшний день ситуация такова, что мы рассматриваем варианты пробивки автозимников, то есть рассматриваем различные варианты трассы. То есть если в основном эти зимники у нас проходили по льду, там очень много озер, они все в основном проходили по льду озер. То сейчас рассматриваем варианты, чтобы максимально уйти от ледовых зимников, то есть уйти по сухопутному пути. Сейчас, как только погода позволит, то есть земля промерзнет, техника сможет двигаться. Мы на вездеходах будем уезжать и смотреть, и искать альтернативу, изучать. Проблемным участком республиканских дорожных артерий является трасса Амга. Этот многострадальный участок постоянно размывает. Люди страдают от этого. Скажите, какие мероприятия принимаются по этому поводу, чтобы привести ее в порядок или избегать таких... Ну, дорога Амга, ну я бы не назвал ее многострадальной. Это дорога с переходом типа покрытия, с гравейным. Естественно, она требует ремонта, как и многие наши участки дорог. Просто как бы она была на слуху именно вот 3-4 года назад, когда в результате там продолжительных ливневых дождей размыто было несколько участков, сошел оползень очень большой. После этого все эти участки были восстановлены, средства в полном объеме были выделены, построили мост на месте этого оползня, чтобы пропускать все эти массы, потому что... То есть сейчас есть уверенность в том, что трасса будет держаться... Трасса сейчас, в принципе, в нормальном состоянии. Ремонты мы провели в самом поселке Амга. Сейчас идет... Закончили уже бетонирование транзитной улицы в самом поселке Амга, в селе Чапчелган. В следующем году там в селе Амга и в ближайших селах будет большое мероприятие Республиканского возвращения, спортивные игры. Готовимся к этому. То, что я сказал, вот бетонирование сделали, будем ремонтировать и основную дорогу. А отрезок до Усть-Майи, как много там осталось работ? До Усть-Майи мы ведем строительство. На сегодняшний день разрыв там составляет 44 километра. На всех этих 44 километрах работы уже ведутся, то есть аукционы проведены, контракты подписаны, подрядчики на месте, работа ведется. В этом году сдаем 10 километров из этих 44, то есть останется еще 34. Эти 34 километра мы планируем ввести в следующем, в 2018 году. То есть в 2018 году, в конце года, осенью, до Усть-Майи можно было доехать на машине. А какой объем средств из Дорожного фонда поступает к вам в управление и на какие цели эти деньги расходуются? Скажите, пожалуйста. Общий объем финансирования на этот год составляет 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Ну, то, что я уже сказал, на содержание из них уходит миллиард 600, на содержание дорог, то есть на текущее обслуживание, на текущий ремонт 400 миллионов рублей и на строительство 1 миллиард 100 миллионов рублей. Ну, кроме того, с этого года мы получаем целевые средства, скажем так, на обеспечение безопасности Дорожного движения. То есть в штрафы от нарушения правил Дорожного движения в полном объеме поступает Дорожный фонд и направляется тоже нам. За счет этих средств тоже в этом году проводим, ну, уже завершили практически работы на 200 миллионов рублей. Это установка новых барьерных ограждений, замена знаков, установка уличного освещения, установка камер фотофиксации новых. Как показывает статистика, да, ну, вот именно дорожно-транспортных происшествий, чаще всего это происходит ДТП в результате того, что водитель садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но, к сожалению, бывает и так, что таким вторичным, побочным, скажем, побочной причиной является в том числе и отсутствие освещения на особенно трудных участках. Я, в частности, говорю о Намском тракте, там, где неоднократно происходили аварии. Как сейчас обстоят там дела с этим вопросом? Будет ли освещение установлено? Да, освещение будет, как я уже сказал. С этого года все штрафы поступают в Дорожный фонд и расходуются именно на обеспечение безопасности Дорожного движения, в том числе на установку уличного освещения. То есть, когда будет предпринято, именно когда будет установлен свет на... Я думаю, что горожане, кто там ездит, уже заметили. Мы там уже начали работу. Начиная с Мархи идет установка опоры уличного освещения. От Мархи до села Апана Намского района, во всех населенных пунктах, через которые проходит наша дорога, будет установлено уличное освещение. И до конца этого года эти работы будут завершены все. Это хорошая новость. Республиканские трассы в основном состоят из песочно-гравийного покрытия. Так ведь? Когда-нибудь мы придем к тому, что они все-таки станут асфальтированы все? И нужно ли, есть ли в этом необходимость? Необходимость, естественно, есть. Мы все стремимся к комфорту, чтобы комфортно было передвигаться, безопасно. Естественно, мы к этому стремимся. Объемы не такие, как, конечно, хотелось бы, но какие-то работы мы все равно проводим. По той же дороге Амга в этом году мы закончили асфальтирование до поселка Чуве. Ввели новый участок с применением новых прогрессивных технологий, 3D-технологии так называемые. То есть все идет через спутник, укладка, грейдирование, профилирование, все контролируется со спутника. А контроль над выполнением работ. Так, правильно я понимаю? Естественно, то есть ровность покрытия контролируется по спутникам. А вот контроль качества выполненных работ. То есть не секрет, что бывает иногда такое, что особенно в наших климатических условиях, асфальт постелили, и он быстро приходит в негодность. Вот как с этим обстоят дела? Ну, это, конечно, наша основная задача, следить за качеством выполняемых работ. Мы эту задачу и выполняем. По разным направлениям у нас разные отделы, которые занимаются конкретными видами деятельности. То есть отдел строительства контролирует объекты строительства. Отдел ремонта и содержания контролирует отдел виды работы по ремонту и содержанию. Кроме того, есть отдельный контроль качества. Отдел контроля качества. Есть своя лаборатория, которая осащена полностью всем необходимым оборудованием. Мы можем контролировать плотность асфальта, земполотна, гравийное покрытие. То есть все оборудование у нас есть. Всегда ли соответствует требованиям качества? Конечно, мы требуем полного соблюдения качества, естественно. Но кроме нас, конечно же... Мы видели прецеденты, когда все-таки были нарушения. Допустим, устелили асфальт и выявили нарушения уже. Даже если скрываются такие нарушения, то есть впоследствии какие-то просадки, трещины или что-то либо происходят, то есть гарантийный срок, который прописан в контрактном выполнении работы. Естественно, в период этого гарантийного срока подрядчик устраняет все выявленные эти недостатки. Известно, что, как вы говорите, безопасность дорожного движения. Известно, что вы и камеры устанавливаете, правильно, в вашем ведении? Где ваши ответственные участки? Вот как раз по этим нашим республиканским дорогам, уточните, пожалуйста, как много их установлено, есть ли эффективность в этом? Как я уже сказал, то, что все штрафы поступают к нам, это было сделано по поручению президента Путина. В прошлом году в июле на госсовете было такое поручение дано. И в конце прошлого года был принят закон нашей республики, что все штрафы поступают в дорожный фонд и направляются целевым образом на безопасность дорожного движения. То есть то, что я уже сказал, что освещение, барьерное ограждение, знаки и так далее. Кроме этого, и автоматическая камера фото-видео фиксации, нарушение правил дорожного движения. Все камеры, которые были установлены в городе Якутске до этого, они переданы на наш баланс. То есть мы сейчас являемся балансодержателями этих камер. Кроме этого, на сегодняшний день мы установили уже... Спасибо большое, спасибо. К сожалению, время заканчивается. Напоминаю нашим телезрителям, у нас был в гостях генеральный директор управления автомобильных дорог республики. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»